Главная идея в следующем, что по данным экономиста у россиян были планы частично окружить Харьков и давить восточнее Печенежского водохранилища. А вот дальше начинаются подробности, леденящие душу лично мне Шетельману и каналу Шетельман, потому что все на канале Шетельман говорилось, но говорилось с моих личных догадок, а сегодня это все, ровно это сообщает нам экономист со слов своих корреспондентов из их разведданных. С документов, попавших к ним из России. Я угадал русские планы, ребят, я просто угадал, потому что они читаются. Когда долго смотришь в бездну, не только бездна начинает смотреть в себя, ты осознаешь эту бездну, начинаешь понимать принципы работы бездны. Если долго наблюдать за хаосом, ты видишь в нем космос. Долго наблюдая за Россией, я вижу ее действия и способен, похоже, их предсказывать. Подписывайтесь на канал Шетельман, не пожалеете. Хоть обещал не просить, но по такому поводу не могу не попросить. Поставьте лайк этому видео. По данным экономиста, а у них есть бумаги из российского штаба, нападение на Харьковскую область было запланировано на 15-16 мая, и его перенесли на неделю раньше по неизвестным причинам. Упс. Помните, что я говорил? Они пошли в атаку не до конца подготовленную, потому что Шойгу, узнав о том, что его собираются в воскресенье 12-го уволить, 10-го в пятницу начал наступление. Как вам такое? И это подтвердилось из документов генштаба, которые попали в экономист из генштаба России. Как я угадал все-таки политику эту? Какие они все читаемые и предсказуемые, это российское руководство? Дальше. Дальше больше. Россияне определили два направления атаки с обеих сторон вот этого водохранилища Печенежского. В частности, наступление на западном направлении должно было быть направлено на то, чтобы вывезти российские войска в радиус артиллерийской досягаемости Харькова возле села Порщева. Но их остановила 92-я бригада, которая отбросила их назад на 10 километров от начальной цели. А на Волчанском направлении план оккупантов заключался в том, чтобы прорваться в город Печенегин. Вот так. И дальше. Что они собрали там 48 тысяч человек. Вот эти 48 тысяч человек, это тем не менее недостаточно. Что Путин собирался захватить Харьков. Что Путин собирается, возможно, начать еще и наступление на Сумы. Это пишет экономист, но это уже пишут и наши тоже. Что русских удалось остановить только после того, как туда, к защите Харьковской области, подключились опытные наши бригады. Ну, бывает, возможно, не знаю. А вот дальше они издеваются над Путином. Экономист, Нишет Реман. Значит так. It is still too early to be sure about the eventual aims of the Russian operation. Пока слишком рано говорить, какие же цели были у русской операции. Also, on May 17, Mr. Putin declared that his only intention was to create a buffer zone between Ukraine and the border city of Belgrade. Insisting that there was no plan to treat in Kharkov itself. But this possibly reflects evolving battleground realities rather than intentions. Понимаете? Перевожу. Говорят, ну, рано говорить о том, какие были цели, но 17 мая Путин заявил, что его единственной целью было создать зону безопасности для Украины, отодвинув украинские войска от Белгорода, рассказывая о том, что нет никакого плана захватывать Киев. Но, возможно, это отражает всего-навсего реалии на фронте, а не его изначальные планы и желания. Потому что у экономиста в руках, и дальше они пишут, был вот этот план полуокружения Харькова. То есть пытались они окружить Харьков, пытались захватить Харьков, но когда увидели, что не получается, то Путин решил реальность, то, что получилось на земле, представить, что это якобы был такой план. Мы типа и не собирались Харьков захватывать. Я вам это говорил в пятницу, говорил, вот вам экономист во вторник это пишет. Утром в газете, вечером в куплете. Только у нас наоборот. Утром в куплете, в моем Шательмановском на канале Шательман, вечером в газете экономист. Такое ощущение, что они нас с вами подслушивают. Но нет, они читают планы, слушают Путина и приходят к тем же выводам. Горжусь тем, что вся редакция экономиста пришла, а они там целыми редакциями раздумывают над своими материалами, как известно, что целая редакция пришла к тому же выводу, к которому пришел я на этом канале. Путин решил выдать действительное за желаемое. Вот, не желаемое за действительно, а действительно за желаемое. То, что агрессия была отражена, русские войска были под Харьковом остановлены, он пытается выдать за то, что якобы такой и был план. Вот такая вот история. Действительно так и получилось. Ну дальше там в этом материале действительно много упреков в адрес украинских войск, что там кто-то неправильно воевал, так, сяк, не знаю. Но это упреки не со стороны экономиста, не дай бог, а отдельных военных. Но тут вот одну всего лишь цитату оттуда приведу. Значит, что говорят сами военные на фронте. «Many of the soldiers in Kharkov are angry that Russia was able to advance so far so quickly». Многие военные под Харьковом, они злятся на то, что Россия им получила возможность так быстро, так далеко продвинуться. «Some of them criticize delay investor aid». То есть некоторые из них критикуют то, что поздно пришла западная помощь. «Which they believe encouraged Russian aggression and weakened Ukrainian defenses». Которые, по их мнению, собственно говоря, вдохновили Россию на эту атаку на Харьков и ослабили украинскую оборону. Но вот дальше то, ради чего я сейчас зачитываю. «Other suspect that incompetence or even treachery played a more significant role. Conspiracy theories to the effect that politicians in Kiev or Washington may be selling Kharkov down the river ahead of an ugly peace deal». «Пиздил», вы это слово знаете, это не мат, а мирное соглашение, «are also circulating». То есть, что ходят слухи о том, что, дескать, это на самом деле все так и было задумано, что Америка, Вашингтон или Киев собрались сдавать Харьков в обмен на мирное соглашение. Вот я такие слухи даже в Киеве слышал. Как видите, ребят, если у вас такие слухи приходят к вам в Киеве, ну не распространяйте их дальше, они же до фронта тоже доходят. Как на фронте людям с этим воевать после этого? Если к ним доходят слухи, что пиздил, пиздил и пиздил. Это «Русские» распространяют. Ну, вы же видите факты, вы же видите факты, мы их остановили. Если бы у нас была договоренность, мы бы их не остановили. Это как утверждать, что, не знаю, кто-то сыграл договорной матч, там, не знаю, сборная Турции сыграла договорной матч со сборной Греции, когда Турция при этом, в смысле, специально проиграла Греции, при том, что Турция победила. Ну, как бы бред, понимаете, именно бредовые слухи. Но, к сожалению, вот такие слухи расходятся, распространяются дальше. 22-го Рамштайна. Ровно в 4 часа Киев бомбили. Нам объявили, что началась война. 22-й Рамштайн прошел вчера. 22-й Рамштайн принес нам некоторые положительные результаты, но и не самые. Кстати, вообще, я думаю, что такой месяц надо ввести будет в календаре. Месяц Рамштайн. 22-го Рамштайна. Потому что было же после Парижской коммуны вот эти месяцы Жерминаль, Термидор, Брюмер. А здесь будет Рамштайн. 22-го Рамштайна. Итак, на 22-м Рамштайне Нидерланды обещали предоставить нам боевые машины пехоты YPR 765. Это не в штуках 765, это такая модель. Значит, согласно пресс-релизу, нидерландские БМП в ближайшее время прибудут в Украину. Их точное количество и тип не разглашается. Для Украины такие бронемашины очень важны. Они маневренные, могут быстро перебрасывать войска и могут использоваться как для разведки, так и для наступления, подчеркнула министр обороны Нидерланды. Украина уже получила таких 207 штук. А, нет, это всего разных типов БМП. От Нидерландов 207. Вообще-то в штуках-то нехило. Слушайте, если мы только от Нидерландов 207, у нас Бельгия, я вам называл цифру 300 штук, мы получаем в каком-то новом пакете. Что-то похоже, что БМП прям нам приходит и приходит, приходит и приходит. Вообще у Нидерландов в сумме 2000 вот этого рода БМП. Часть из них придет нам. Испания. Испания на том же Рамштайне заявила, что предоставляет нам вторую новую партию танков «Леопард-2», но количество в этот раз не разглашалось. Помните, тогда они нам долго... Вот они же были одним из первых инициаторов. Они тогда были победителями так называемого танкового Евровидения, когда каждая страна называла... Это было весной 23-го года, сколько танков «Леопард-2» она нам предоставит. И испанцы, по-моему, заняли первое место, если я не ошибаюсь, они давали нам больше всех. А сейчас они дадут нам еще одну большую партию. Дальше. Несколько государств присоединились к инициативе поиска ПВО для Украины. Опять-таки, помните, Кулева ездил в Германию, договорил, что немцы найдут нам новые патриоты. Найдут? Не знаю, что означает слово «найдут». Но к инициативе по поиску ПВО для Украины профинансируют эту инициативу Бельгия, Дания, Канада, Нидерланды и Норвегия. Пообещали помочь оборудованием и ракетами. Бельгия, Великобритания, Испания, Литва, Румыния, Латвия выражила желание присоединиться к инициативе. Первые пять стран – это в рамках инициативы ФРГ, остальные – это просто свои уже. Средства ПВО нам передадут. Так что постепенно будем прирастать этим ПВО, которое, к сожалению, нам требуется все больше, больше и больше, а его нам явно не хватает. Президент Зеленский подтвердил то, о чем, опять-таки, догадки высказывались лично мной. Что переговоры идут с западными партнерами в ОТОМ, чтобы получить возможность наносить удары по целям на территории Российской Федерации. Он сообщил об этом в интервью Рейтерсу, что ведет такие переговоры с международными партнерами, но что пока что ничего положительного нет, сказал Зеленский. Видите, вот я говорил, что Блинкен не случайно приезжал, ответ его был не очевиден при этом, что приезжал он ради вот этих переговоров. Зеленский подтвердил, что продвижения нет, но и, к сожалению, Остин, министр обороны США, сообщил, ожидаем, что Украина будет использовать предоставленное оружие на своей территории. Мы ожидаем, что они в Украине продолжат использовать предоставленное оружие по целям в Украине. Дальше вот странное заявление, сейчас я вам зачитаю. Оно по мне попало уже по-русски, поэтому уж как есть. Глава Пентагона отметил, что в этом случае воздушная динамика немного другая, и он не хочет спекулировать на эту тему. А при этом бывшая замгоссекретаря США Виктория Нуланд выразила убеждение, что Киев имеет право поражать военные цели на территории Российской Федерации. Вот. Что такое воздушная вот эта вот траектория, несколько другая. Что здесь за загадка? Типа он сейчас будет рассказывать, что мы-то стреляем по целям в Украине, но случайно ракеты залетают в Российскую Федерацию. Но если это отмазка, пусть будет. Мы же не против того, чтобы американская Америка отмазывалась от того, что дала нам такое право. А бы это дала. В общем, заканчиваем этот выпуск. Вы пока подписываетесь, подведем итоги. Опозорился у нас Белоусов, слава богу. Взорвали его, взломали его почтовый ящик. И теперь мы знаем все про его мастурбационные упражнения. Во-вторых, похороны Раисии вылились во всемирную трагедию. Все сочувствуют убийце и террористу. И, в-третьих, Международный уголовный суд, вместо того, чтобы разыскивать убийцу террористов, пытается, пока еще не объявляет, просит объявить в розыск жертв агрессии. Вот такой сегодня денек, 21 мая 2024 года. Увидимся завтра, дорогие друзья. Продолжение следует...